добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем первом вебинаре новой вебинарной недели у нас эта неделя будет полной тоже каждый день будет вебинар в нашей директ академии так что приготовьтесь к интересному а вот ну а я сегодня открываю нашу вебинарную неделю темой работа ведущего в эфире из такого мини-мини цикла который называется практические советы ведущему вебинара который сам свою очередь входит в трек вебинаров в вебинаре который будет продолжаться до середины февраля вот несколько слов о тех ссылках которые я разместил в самом начале и сразу отвечаю на вопрос вер валерьевны по поводу сервиса выдачи сертификатов к сожалению он в очередной раз у нас подвергся нападению злобного вируса и вот вчера сегодня с утра наши администраторы боролись с этим вирусом вот пока доборолись до того что к счастью сайт директ академии работает но его часть вот этот вот сервис выдачи сертификатов пока еще находится вот в таком вот полу лежачем состоянии вчера он совсем лежал сегодня вот отдает такие странные страницы вместо того чтобы вместо того чтобы работать я а я надеюсь что в течение часа полутора может быть двух это разрешится если нет то ну разрешится чуть чуть попозже надеюсь что сегодня вот сейчас я еще раз проверю насколько как как это работает между прочим вот только 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 сейчас он прямо вот сейчас он заработал буквально еще несколько минут назад не работал а сейчас работает так что вот кто хотел им воспользоваться может это сделать прямо сейчас вот так спонтанно получилось что я начал в связи с вопросом начал озвучивать список ссылок которые привел самый последний с 4 так что ее уже не буду вам озвучивать скажу только что первая ссылка ведет на наш сайт директ академия ру на котором на самой главной странице вы можете подписаться зарегистрироваться на все мероприятия которые мы наметили до конца июня месяца до конца нашего учебного года второй и вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе и я вам предлагаю на него подписаться потому что на нем буквально каждую неделю появляется четыре пять шесть записей новых вебинаров а вот уже более 400 вебинаров там записаны и запись этого вебинара тоже ведется и наконец всем кто интересуется онлайн обучением мы предлагаем страницу нашего сайта директ академия курс на которой располагается сейчас девять курсов но вообще планируется больше 10 точно планируется в ближайшее время ну и есть наметки на расширение количества курсов и наконец я хочу вам проанонсировать три вебинара которые состоятся в ближайшее время завтра послезавтра и после послезавтра вот эти вебинары теперь уже в конце нашего чатам вероятно если все еще не работает то несколько одну попробуйте несколько раз 1 наверное еще и еще просто в вашем кэше хранится старая версия значит ближайшее время заработает итак завтра у нас вебинар посвященный 29 января вебинар посвященный истории искусства этот трек ведет у нас марина пивень раз в месяц у нас проводятся такие вебинары завтра завтра завтрашняя наша тема ребрант ван рейн мастер кисти и гравировальной техники 30 числа 30 января иван нефедев который у нас уже осенью отметился системы про и графикацию проведет новый интересный вебинар который называется и графикация и поведенческая экономика я примерно в курсе того о чем он будет говорить и это достаточно интересно я вам предлагаю всем на него записаться это будет здорово наконец 31 в четверг 31 января я закончу нашу тему который называется практические советы ведущему вебинара частью 3 после вебинара собираем плоды труда вот ну что ж я вкратце закончил с нашим видением и давайте приступим к нашему вебинара в вебинару помня о тех частях презентация да спасибо что напомнили презентацию я расшариваю пожалуйста берите вот надеюсь вы ее увидели в ресурсах напомню что это этот вебинар продолжать те вебинары которые у нас уже были первый вебинар был посвящен преимуществам вебинаров как таковых второй вебинар был посвящен подготовки к вебинару то есть подготовки контента к вебинару ну и сегодня мы поговорим о работе ведущего в эфире напоминаю нам наши вот такую вот тройную тройной состав да вот это эту часть так надо включить карандашик вот эту часть мы с вами рассмотрели эту часть будем рассматривать сегодня а эта часть она такая отдельный вебинар проводить не будем но отдельные моменты рассматриваем и и и и там и потому что она специфическая если ее проводить то не всем это будет интересно но отдельные части они нам несомненно интересны и их надо учитывать итак сегодня мы вот поговорим про взаимодействие почему этим словом я назвал участие спикера в вебинаре потому что с точки зрения методологии это вебинар относится проведение самого вебинара относится к типам взаимодействия между преподавателем и и и слушателем студентом учеником вот это тот самый момент когда осуществляется вот в обучении есть момент моменты более пассивные и буквы более активные назовем их так пассивно это например потребление контента учебным слушателям активно это происходит тот момент когда преподавал прошу прощения преподаватель и слушатель находятся условно говоря в одном месте синхронно или асинхронно неважно они производят какую-то коммуникацию вот об этой коммуникации мы сегодня и с вами и поговорим чуть-чуть вернемся к нашей самой первой теме о преимуществах вебинара напомню очень кратце но немножко в другом ключе немного другими словами итак вебинар в онлайн обучение это синхронное мероприятие в онлайн обучение все мероприятия могут делиться на синхронные и асинхронные асинхронные происходят тогда когда преподаватель и студент в разное время и а также студенты между собой тоже в разное время производят какие-то действия связанные с обучением а синхронное это когда все собираются в одном месте и ну или хотя бы преподаватель и один из студентов собирается в одном месте одновременно и производят коммуникацию и одновременную коммуникацию а так вот любое синхронное мероприятие это это сильное средство потому что во первых коммуникация может производиться быстро вопрос-ответ или коммуникация с одной стороны коммуникация с другой стороны а во вторых сам факт того что люди собрались одновременно в одном месте в одно и то же время это очень сильный факт это говорит о том что люди из той и с другой стороны они настроены на эту коммуникацию гораздо лучше чем при асинхронном взаимодействии и они готовы воспринимать готовы задавать вопросы готовы к диалогу мотивированы на обучение гораздо лучше чем те люди которые используют асинхронное взаимодействие вот например те кто будут смотреть наш вебинар в записи они будут мотивированы на усвоение этой информации гораздо в меньшей степени чем те которые прямо сейчас перед экраном и слушают именно вот по той причине по которой я сказал у спикера и у слушателей есть свой компьютер и это создает совершенно определенную ауру совершенно определенные вещи которых нет при очном обучении другими словами я могу в своем компьютере открыть нужные мне ссылки открыть нужные приложения вы тоже можете это сделать и наше взаимодействие если я вам буду передавать какой-то материал ссылки например какие-то или команда что-то сделать с каким-то приложением они будут более эффективны и потому что это можно сделать одновременно такого в очном обучении либо нет вообще либо частично может быть компьютерных классах вот а здесь это вот как бесплатное приложение к вебинару также мы регулируем степень взаимодействия вот например с моей стороны сейчас идет канал видео звуковой канал я могу что-то напечатать в чате с вашей стороны канал текстовый вы что-то можете напечатать в чате мне а его можно отрегулировать например я могу убрать свою запись оставить только голос или если вас там в чате не 28 человек как часа там тысячи человек я могу включить премодерацию чтобы мой помощник мог отеивать флут или там какие-то ненужные вопросы либо наоборот если вас мало я и у нас консультационный вебинар я могу включить звуковой канал для кого-то из вас вот вот таким образом степень взаимодействия тоже регулируется ну и интерактивность различная о том что мы можем делиться ссылками можем производить опросы интерактивные материалы рассматривать и так далее вот ну и давайте с этим посмотрим какая наша сегодня программа по вопросам нашего вебинара первый подпункт подготовка к общению но подготовка вне не в том смысле как было на прошлом вебинаре а скажем так последние 15 минут когда вы уже по сути дела в эфире что вам что вам необходимо то есть уже почти часть часть на вебинара рассмотрим вопрос числа участников и спикеров в вебинаре поговорим немножко о речи о демонстрации поговорим какие какие материалы и как показывать и почему поговорим об общении в чате о наличии опросов всяких мотивирующих вещей самый важный вопрос хоть и в конце рассмотрим про нештатные ситуации что с ними делать очень важный кстати вопрос ну и последний вопрос это взаимодействие спикера с организатором в момент проведения вебинара вообще это очень большая тема охватывает не только время проведения вебинара прошу прощения но сегодня мы будем рассматривать ее с точки зрения взаимодействия в процессе вебинара и так подготовка к общению вот наша ракета на старте наш вебинар да и что надо сделать перед вебинаром непосредственно ну но чуть-чуть все таки заглядывая назад заранее загружаем материалы чем раньше мы это сделаем тем лучше потому что вебинарная система нет как всякая информационная система может работать с перебоями загрузка может работать несколько дольше чем вы думаете то есть допустим она постоянно загружает материала за минуту а вот в тот самый момент когда вам надо проводить вебинар вот вы решили загрузить материала за пять минут до начала она раз и начинает загружать очень медленно их да поэтому я рекомендую вам да вот татьяна меня поддерживает лучше лучше совсем заранее мы статья на этот вопрос уже неоднократно на нем ну не то чтобы погорали но имели неприятности всякие с этим поэтому лучше это делать вообще лучше лучше зайти в вебинар где-то за полчаса проверить все а вот уж загрузить материалы если есть такая возможность лучше заранее например за день то есть утром вы ведете вебинар а вечером или ночью загружаете материалы убеждаете что все нормально тогда это головная боль с вас снимается непосредственно перед подготовкой к общению но если уж все таки если уж все таки в тот же самый день то по крайней мере зайдите зам за за полчаса и загрузите свежую иногда же бывает так что вы подготовились все нормально загрузили а за ночь пришли какие-то новые мысли ох я забыл включить самый свежий слайд хочется утром его вставить и снова перезагрузить но зайдите все таки тогда не в самый последний момент а за полчаса и сделайте это пункт такой кажется проходной но на самом деле очень важной с точки зрения тех людей которые собираются покажите заглавию вашего вебинара до того как начнете ваша татьяна вот тут комментирует опыт у нее громадный вот и наш совместный опыт проведения вебинаров поэтому и он ее надо слушать тоже в чате показать заглавия вебинара вроде бы такая элементарная вещь на самом деле очень важно потому что вебинар это такая штука когда вы не знаете во первых кто к вам пришел ну за исключением случае если это ваша группа знакомая вам группа учащихся на курсе если это свободный вебинар как сейчас у нас вы не знаете кто вам кто к вам пришел кто ходил на ваши вебинары уже на сотый ваш вебинар приходит а кто вообще первый раз жизни пришел на вебинар и не знает как здесь и что поэтому успокойте пожалуйста ваших людей загрузите свой материал заранее и если например эта презентация загрузите и и первую страницу которая будет представлять вас будет представлять ваш вебинар будет говорить о том когда ваш вебинар начнется и так далее вот то есть чтобы человек пришел зашел там за 15 минут увидел бы что все будет нормально и там налил бы себе чай или кофе и спокойно дожидался бы начала вебинара а не бился бы в чат а когда начнется вебинара начнется будет ли вебинар вот и так далее все перед ним должно быть продолжение этого момента загрузите приветствую в чат если ой да вот так вот происходит когда одновременно кашляешь и пишешь и так загрузите приветствую в чат это может быть простое приветствие просто здравствуйте уважаемые слушатели вебинар начнется тогда то и тогда то может быть более сложное вот как в моем случае некое сообщение о общих общую информацию какую-то в чате можете давать лучше всего это сделать до того как войдет первый слушатель ваш это и с точки зрения этикета хорошо вот первый слушатель вошел а спикер уже находится на своем месте он он уже со всеми поздоровался ну и это дополняет пункт 2 который говорит о том что слушатель в момент когда вебинар еще не начался не должен волноваться он должен понять что вебинар состоится вебинар состоится и все будет нормально вот к слову как вести себя спикеру до начала вебинара кроме приветствия надо ли отвечать на те вопросы которые там есть или нет это ваше дело ваш ваша модель поведения дело в том что можно привести доводы и за и против этого если с одной стороны ответить на вопросы было бы неплохо с другой стороны это побуждает слушателей к как бы это как бы это сказать ну в общем люди заходят и им кажется что они уже опоздали что происходит что-то в чате уже происходит начался вебинар не начался непонятно лучше всего конечно в этой ситуации если вы приходите со своим помощником например с организатором вебинара и он вам старается он старается не спикер а он старается ответить на вопросы вот спикер начинает свой вебинар ровно положенное время и тогда отвечает на те вопросы которые в в чате ему задали до начала вебинара ну четвертый пункт понятные я уже о нем говорил прийти заранее спикер который приходит за одну-две минуты а такое в моей практике бывало как правило что тут не работает обязательно то есть спикер бывает иногда самоуверенный очень представляет да не раз виду вел вебинар вот пришел открыл ах а там а звука нету и начинаются настройки там уже в присутствии людей это все нехорошо надо прийти заранее заранее настроиться и в момент когда надо открыть вебинары открывать его а не заниматься не заниматься настройками ну и собственно это ну не надо уж так сильно заранее татьяна вот но заранее надо соответственно настроить оборудование да к счастью вебинар современный он так устроен что настройка оборудования это не никакая задача в которой там должен принимать участие обязательно какой-то технический сотрудник все достаточно но без видео это кстати вероятен без видео это не такой же большой не такая же большая неприятность не самое главное конечно взаимодействие ухудшается если видимо мы об этом собственно поговорим еще немножко чуть попозже итак настроить оборудование к счастью современные вебинары так устроены что человек со средним знанием компьютера вполне может настроить свое собственное оборудование это кстати большое большое преимущество большое преимущество и позволяет нам с вами вести вебинар не обязательно с рабочего места или не обязательно там где есть админы наши а прямо из дома вот но настроить оборудование таки надо и свое оборудование надо знать и тут опять же такой момент что часто спикеры продвинутые они представляют для вебинара как для технической системы большую опасность чем обычные спикеры у которых есть вот необходимый минимум один микрофон 1 веб камера все это они знают как работает один компьютер и все вот а если вы продвинутый спикер у вас например две камеры по какой-то причине ну или не обязательно камеры там могут быть просто несколько видеопотоков не обязательно от камеры от каких-то других от какого-то другого программного обеспечения несколько вебинаров прошу прощения несколько микрофонов ну вот у меня например есть микрофон в которой я сейчас говорю и я хочу чтоб все именно в него шло а есть микрофон встроенный в мою веб камеру и я уже должен принять настроить оборудование так чтобы мой голос шел в тот микрофон в который я хочу не в того не в тот который автоматически схватился при входе в при входе в вебинарную вебинарную комнату а вот и так вот это вот надо сделать надо настроить оборудование и на и на 느낌 и так вот это вот так вот я тут расслабляю Продолжение следует... 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 А мы в России знаем ее мало. Зря. Ведь в ней разъясняется тайна не только хорошей игры, но и прекрасных публичных выступлений. Система – наше национальное достояние. Удачи вам и прекрасных выступлений! Продолжение следует... Сейчас это неважно. Достаточно хорошая подсказка нам, как вести вебинары. Как я себе это представляю на самом деле? Будьте вовлеченным в тот процесс, о чем вы рассказываете. Рассказывайте о том, что вам самим близко. Я сейчас рассказываю о том, что я делаю почти каждый день. Поэтому я вовлечен в этот процесс. И я надеюсь, что пытаюсь вам передать вот эту вовлеченность вам. Вот так же надо поступать, когда вы ведете вебинары. Демонстрация материалов. Чем разнообразнее материалы, которые вы показываете, тем лучше. Переключайтесь между материалами для создания контраста и привлечения внимания. Например, у вас есть презентация, есть какие-то видеофайлы, есть отдельные иллюстрации высокого качества, которые вы даете скачать или посмотреть. Какие-то еще материалы. Переключение создает контраст. Контраст это всегда хорошо. Управляйте темпом показа материалов. Когда-то увеличиваете его, когда-то уменьшаете. Можно некоторые вещи разъяснять долго, а некоторые достаточно быстро. И таким образом темп должен постоянно скакать. Еще раз хочу сказать о том, что рисовать надо, и не только можно, но и нужно. Особенно если какие-то слайды у вас содержат много информации, много пунктов каких-то. Обязательно подчеркивайте, выделяйте, используйте там всякие инструменты вроде вот таких вот или вот таких. Да, допустим, вот попытаюсь сейчас как-то. Нет, не получилось, но смысл ясен. То есть всегда понимайте, как рисовать, какие у вас инструменты есть в вебинаре. И обязательно это используйте. Это тоже вызывает вовлекаемость. Ну, нумеровать здорово. Единственная неприятность, мышкой рисовать не очень удобно. Мышкой рисовать не очень удобно, но научиться можно. Да, получаются такие кривые циферки, но люди, как правило, к этому относятся с пониманием, поэтому можно действительно. Ну и стирать тоже можно, когда это слишком много написали. Используйте скриншоты. Это очень здорово, когда вы должны объяснить что-то, что происходит на мониторе, то есть в вашем компьютере. Так, Любовь Вениаминовна пишет. В педагогическом дизайне есть замечательная модель конструирования выравнивания для проектирования образовательных программ. Там при постановке целей тоже четко формулируется то, что слушатели могут делать, прослушав данный курс. Да, конечно, это вообще в образовании такая ведущая вещь. А что ты сможешь сделать? Не что ты, не вот я тебе говорю, а ты слушай. А что ты сможешь сделать? Это действительно очень важно. Так вот, скриншоты. Учитесь делать правильные и хорошие скриншоты. Наверное, об этом стоило бы отдельно как-то рассказать. Собственно, об этом я рассказывал, когда у нас был вебинар, который назывался «Сам себе билдредактор». Ну, а здесь я просто повторюсь, что скриншоты – это хорошо. Ну, не любые скриншоты, а делайте такие скриншоты, которые эффективны. Как всегда повторюсь, я являюсь просто фанатом этого средства Clip2Net. Это скриншотер, который постоянно у меня расположен на моем компьютере. Я его использую постоянно. Скриншоты такие можно делать не только для вашего учебного контента, для вашего вебинара, но и для непосредственного общения. Такой скриншот можно сделать за несколько секунд. Ну, не секунд, а за полминуты. Давайте я вам прямо сейчас покажу, как это делается. Я комментирую. Я включаю скриншотер, снимаю некую часть экрана, чтобы показать, что это прямо сейчас происходит. Я ставлю стрелочки, например, обвожу свою голову, например, обвожу последние в часе то, что происходило, ставлю стрелочку какую-то, ну и могу еще пронумеровать номер один и номер два. И все это сделал за полминуты. Я это отправляю в облако и я даю вам ссылку. Да, вы не видите, вы это увидите вот сейчас. И я даю вам ссылку в чате. Вот все, что мне надо было сделать с тем, чтобы вам что-то срочно показать прямо сейчас вот в чате. Как это делается? Ну, это элементарно делается. Поставьте вот этот Clip2Net. Там, в принципе, вы сразу научитесь. Как только его поставите, там особых нет трудностей использования его. Еще один скриншотер, который я очень люблю, это MonoSnap. Он может делать еще и такие микро-скринкастики со стрелочками. Да, и вот скринкасты, которые тоже имеет смысл показывать. Демократично и доступно. Ну, вот, собственно, у меня по видео был целый набор вебинаров. Не буду возвращаться. Контент двойного применения, потому что можете в вебинарах применять их где-то в другом месте. Можете делать немые скринкасты, то есть без вашего голоса, озвучивать потом на вебинаре. Ну, и так далее, и так далее. И, конечно, улучшает качество вебинара, потому что позволяет перейти, собственно, с демонстрации на демонстрацию скринкаста. Демонстрация экрана. Да, помните, что это такое? Многие у нас спикеры используют демонстрацию экрана. Я тоже иногда использую, но стараюсь не злоупотреблять, потому что есть некоторые недостатки в демонстрации экрана, связанные с тем, что при демонстрации экрана, как правило, происходит все гораздо дольше, потому что вы попадаете в реальную среду, а реальная среда, она не всегда предназначена для обучения. То есть она реагирует не всегда так, как вы хотите. Например, вот вы хотите показать свой сайт, а сайт немножко изменился. Или вот, например, как несколько дней назад Алексей Дещенко показывал Moodle, и несмотря на то, что он знает как свои пять пальцев, там в какие-то моменты ему приходилось извиняться и говорить, что да, вот тут мой коллега, видимо, что-то подправил, и это находится уже в другом месте. Поэтому с демонстрацией всегда связан некоторый риск показать не то, что вы хотите, и не смочь показать то, что вы хотите. Либо репетируйте свою демонстрацию экрану заранее, что тоже не гарантирует результат, либо переходите все-таки на немые скринкасты, которые заранее могут... в которых заранее воспроизведете то, что хотите. Обязательно какой-то форс-мажор возникает. Но это не значит, что надо совсем от демонстрации экрана уходить. Можно и нужно показывать иногда, потому что на демонстрации экрана можно воспроизвести те моменты, воспроизвести интерактив. Например, вас что-то спросили в чате, вы говорите, а это вот так. И вот в данный момент времени показываете то, что вас спросили. Это, конечно, дорогого тоже стоит. Но всегда понимайте, что демонстрация экрана – это больший риск для вас, как для спикера, чем любой другой вариант. Когда демонстрация экрана точно полезна, когда вам обязательно надо показать живую систему, ну и когда вы ведете консалтинг, то есть когда у вас ваш чат спрашивает, а вы отвечаете, в этом случае, конечно, демонстрация экрана, она хороша, и ее ничем заменить невозможно. Общение в чате. Повторюсь, это уже было. У нас телеграфный стиль общения, нет спилчекера в чате, поэтому будьте очень аккуратны, не надо очень много так писать, да и нет времени у вас обычно. Делайте заготовочки. Если вам надо много ссылок передать, например, эти ссылки где-то у вас должны быть уже сформированы. Ни в коем случае их не надо печатать на клавиатуре, даже если вы помните, как их воспроизвести. Ну и еще одно, один совет. Если есть возможность в чате себя как-то, как спикера обозначить, обозначайте, да, вот я сейчас, ну, какую-то билиберду введу, вот, ну, чтобы показать, что я другим цветом в чате пишу, и это позволяет людям понять, что это спикер, а не кто-то из слушателей. Вот, это очень полезно, потому что ваша речь в чате, она важна, и ее должны видеть все. Опросы. Опросы дают обратную связь для спикера, с одной стороны, с другой стороны, разогревают аудиторию. Если такая задача стоит, то они очень хорошо позволяют оторвать людей от каких-то привычных занятий, от того, что они только слушают и ничего не хотят больше делать, да, а тут им придется ответить на какой-то вопрос, и они больше вовлекаются в вебинар. Они делят аудиторию на части, например, в вопросе кто-то ответил так, а кто-то иным образом, и это есть повод для того, чтобы подискутировать в чате. Такие дискуссии в чате, если они, конечно, не уводят очень далеко от темы, они достаточно полезны, потому что, ну, вообще всякая дискуссия, она побуждает к какому-то учебному действию, ну, и они позволяют оптимально настроить состав вебинара в том смысле, что сделать акценты на главном. Вот в этот момент, в моменты главного можно производить такие опросы. Вы знаете, я опросы, вот как технический момент, не очень люблю, больше люблю задавать вопросы голосом, с тем, чтобы люди отвечали в чате. Вот, но есть люди, которые очень умело и грамотно их используют, и я, собственно, совсем не против опросов. Это очень важная и полезная вещь. Еще раз хочу повторить, на прошлом вебинаре я это говорил, если вы делаете вопрос в опросах какой-то момент, связанный с тестированием, ну, якобы тестированием, то используйте и упрощенные правила тестологии, да, хотя бы такие. Не надо правильный ответ делать визуально заметным, исключайте, пожалуйста, отрицания в тексте вопроса и прочие запутывания в тексте вопроса. Старайтесь излагать свой вопрос очень простым и человеческим языком, чтобы получить ответ на ваш вопрос, а не протестировать способность ваших слушателей понимать ваше наукообразие в этом вопросе. Нештатные ситуации. Вот важный момент очень. Наконец-то мы до них добрались. Нештатные ситуации могут быть объективными и субъективными. Вот на первой вкладке, на первом слайде я собрал объективные нештатные ситуации, такие как отключение электричества в вашей комнате, в вашей квартире, перезагрузка компьютера неожиданная, пропадание интернета, нестабильный канал, узкий канал. Давайте мы их рассмотрим. Для первых двух пунктов надо просто сохранять спокойствие, дождаться пока ситуация изменится в нужную сторону. То есть, все-таки, как правило, если это отключение электричества, если речь идет о Москве, оно кратковременно. Если речь идет, конечно, о каких-то регионах, где надолго отключается электричество, если она отключилась на 3 часа, то, скорее всего, вебинар будет сорван, если только у вас нет собственного движка какого-то. Есть еще вариант войти с телефона, попытаться провести вебинар, но это совсем уж такой критический вариант. Если перезагрузка компьютера, это через 2 минуты пройдет, он загрузится и снова войдете в вебинар. Важно не потерять самообладание в этот момент. Не перевозбудиться, скажем так. Все нормально, люди понимают, что вы находитесь на вебинаре, и, как правило, не расходятся. Ну, а если есть в вашем чате организатор, он обязательно должен сказать, что коллеги, не расходимся, сейчас у нашего спикера возобновится интернет, и все будет нормально. Тоже, собственно, то же самое примерно с пропаданием интернета, но иногда интернет... Да, ну, Вера Валерьевна, ну, вот вам пришлось перезагружаться, вы, по крайней мере, в данном моменте не спикер, да, поэтому это было не так критично для самого вебинара. А вот когда вы спикер, то вас 40 или 200 человек обязаны ждать. И это, конечно, неприятно, что они теряют время, да. Вот. Но, тем не менее, к счастью, все понимают, что вебинар – это такая вещь, в которой может произойти все, что угодно. Следующий момент – пропадание интернета. Вот это интересный момент, потому что интернет может пропасть и надолго. Может ненадолго пропасть, если он мигнул и снова появился, то действуем так, как в предыдущих случаях. Если он пропал и пропал, то вот тут плохо, и это надо решать заранее. Либо имейте двух провайдеров независимых и возможность быстро переключиться между ними. Ну, а если такой возможности нет, быстренько, хотя это и не очень хороший вариант, быстренько свой телефон установите в точку, раздающую интернет. На вашем компьютере желательно заранее иметь. Ну, если это ноутбук, он имеет, конечно, если это большой компьютер, то не всегда имеет возможность связи по Wi-Fi. Может у него быть и проводное соединение, но лучше иметь дополнительное еще и Wi-Fi соединение. Таким образом, берете интернет с воздуха, передаете его своему компьютеру и снова входите в ваш вебинар, продолжаете его вести. Может не хватить канала, в этом случае отключаете свое видео, остается голос и продолжаете вести вебинар. Вот совсем недавно, осенью где-то, мне пришлось один раз так поступить. У меня пропал интернет надолго и вот я вынужден был завершать вебинар вот так. Гораздо хуже, когда у вас канал нестабильный. То есть интернет вроде бы как и есть, но он периодически начинает исчезать. То есть вас выбрасывает из интернета буквально на 5 секунд, но этого достаточно. Чтобы прервалось ваше... Чтобы вас выкинуло из вебинарной комнаты. Вот тут не совсем понятно, что делать. Если это происходит постоянно, то надо перейти на другой канал, на другого провайдера или поступать так, как с пропаданием интернета. Если это происходит все-таки редко, то лучше оставаться на этом канале, извинившись за то, что происходит. Просто узкий канал. Когда у вас мало информации проходит по каналу, что тут можно сделать? Тут можно ухудшить качество своего видео, либо вообще его отключить, оставив голос. Потому что голос плюс презентация это не такой уж большой канал. Как правило, он проходит и позволяет решить проблему. Ну, если уж, конечно, и голос не проходит, то все, вебинар не состоялся. И такой канал слишком узкий для того, чтобы ввести интернет. Вот один раз у меня на грани срыва был такой вебинар, когда один из спикеров, я был организатором в этом вебинаре, один из спикеров связался с нами с дачей, при этом с телефонного канала, то есть с воздуха интернет брал. Канал был ужасный, еле-еле прокачивался звук. Ну, кое-как мы довели все-таки этот вебинар до конца, более-менее слышно было. А так узкий канал, это, конечно, очень плохо для спикера, и это надо знать. Узкий у него канал или более-менее нормальный. А дальше идут софтовые всякие вещи, подвисание браузера, выбрасывание из вебинара. Вот эти вещи, конечно, ну, тут, как правило, их просто надо снова войти в вебинар и, извинившись, продолжить свое вещание. Вот. Беда, однако, в том, что иной раз, когда прекращается связь, ваша связь с вебинаром, вы об этом узнаете позже, чем те, которые вас прекратили слушать. То есть у вас с виду все нормально, а у слушателей вас уже две минуты не слышат. Вот бывают такие вещи. Ну и, наконец, всякие серверные вещи неприятные, авария на стороне сервера вебинаров, нестабильная работа, насыщение сервера, когда слишком много вебинаров ведется одновременно на сервере. Это одни из самых неприятных моментов, потому что вы, как спикер и как организатор, не всегда понимаете, что же происходит. То есть, например, у всех, у вас вроде канал хороший, и все, и вдруг все начинают говорить, а вас не слышно, или там квакающий голос, или еще чего-то. Вот. Если это человек один говорит, то я просто переспрашиваю в чате, у всех такие проблемы или нет? Если все говорят, что все нормально, ну, значит, скорее всего, это что-то на стороне того человека, у кого что-то не работает. А вот если у всех такое происходит, то вполне может быть, что это перегрузка сервера. И что с этим делать? Ну, в общем, часто с этим ничего не сделаешь. Вот. Приходится как-то доводить вебинар в таком вот режиме. Ну, и нештатные ситуации субъективные. Несоблюдение тайминга со стороны. Вот я сейчас, например, выбился из тайминга. Если вы не успели подготовиться, материал не подгрузился, ну, тут я сказал, что делать, надо все делать заранее, конечно. Если не успели подготовиться, ну, значит, рассчитывайте на ваш, на ваш талант говорить. Да, и говорить в зависимости от того, если вы хорошо подготовили материалы, по крайней мере, да, то пытайтесь вспомнить, что вы хотели, что вы хотели сказать и восполнить отсутствие подготовки. Хотя, конечно, не готовиться к вебинару, это, это очень плохо, да. Материал выглядит не так, как хотелось бы. Вот, это все тоже лучше проконтролировать на этапе подготовки, когда вы загрузили свой материал. Типичная ситуация, не те шрифты. Шрифты же стерилизовались не так, у вас были там какие-то очень красивые шрифты, а они преобразовались в какой-то стандартный ареал, ареэль, или еще какой-то другой шрифт, и все это полезло на поля, вылезло за кадр, это ужас, да. Ну, не всегда ужас, иногда это просто не так красиво выглядит, а иногда это совершенно ужасно. И это все надо проконтролировать обязательно заранее. Потому что, если вы пришли на 36-й кадр, и вдруг увидели, что у вас все полезло, это плохо. Да, вот Татьяна тоже знает, что такие проблемы бывают, и достаточно частые. Еще одна проблема. Никто не пришел на ваш вебинар. Это очень большая проблема в том смысле, что вам чисто технически, или психологически очень трудно вести такой вебинар. Вы рассчитывали на 150 человек, а пришло 7, да. А еще бывает, ну вот, когда вы, например, ведете какой-то очень частный вебинар для какого-то вуза, может случиться, что пришел один человек, или вообще никто не пришел. Ну, вообще не пришел, со мной такое не случалось, но вы должны быть готовы к такой ситуации. Спикер должен быть железный, он должен уметь провести вебинар для ни одного человека. Вот вы знаете, есть такой принцип. Да, это смешно, но это так. В этом случае вы просто пишите материал, и этот вебинар будет в записи. Просто надо быть к этому готовым психологически. Это очень трудно, но к этому надо быть психологически готовым. Тем не менее. Не сбиваться. Привожу такой пример. вебинар, может быть, совсем из другой области, но тем не менее. Священнослужитель проводит службу даже тогда, когда ни один прихожанин не пришел. Ну, просто потому, что у него есть для кого эту службу проводить. вот так же и мы должны быть настроены. То есть, никто не пришел, ничего страшного. Вебинар сам по себе. Проведите его для себя. Для какого-то виртуального слушателя, который вас слушает. Потом у вас получится запись, и хотя бы запись этого вебинара будет. Это очень сложно психологически, но будьте всегда к этому готовы. Дальше. Неготовность аудитории. Вы пришли с какими-то ценными для вас размышлениями. Они, может быть, не так просты, а аудитория не готова к восприятию этих ваших тонких вещей. Ну, бывает. Пытайтесь перейти по ходу на более простые слова, на более простые термины. Не всегда это помогает, но иногда бывает. А еще важно быть благодарным одному пришедшему, а не срывать на нем дат. Ну, это разумеется, да. Это разумеется. Аудитория настроена негативно по какой-то причине. Кстати, иногда может случаться так, что именно из-за того, что вот что-то из вот этого произошло, да, вот из вот этих вот неприятных вещей аудитория начинает, ну, или кто-то из аудитории начинает нервничать. Ну, понятно, им приходится ждать, они не слышат, да, и начинается какой-то негатив в чате, хотя меньше всего спикер виноват в том, что произошло. Вот, ну, просто надо как-то держаться и понимать, что вот всегда негатив, он его как-то от себя отстранять, да, если у вас есть в чате организатор, это его функция, этот негатив каким-то образом купировать. Если вы сами организатор, постарайтесь либо обратить в шутку этот негатив, либо каким-то образом купировать, извиниться еще раз и превратить те слушатели, которые негативно относятся к вам к более-менее позитивным. Еще хуже, когда мы имеем какой-то троллинг и негатив в чате, то есть намеренный негатив, люди приходят намеренно вас оскорбить. Это бывает не часто, но такое бывает, вот, когда я был организатором, несколько раз происходило так, что приходили специальные люди, чтобы оскорбить спикера. Вот, ну тут организатор должен действовать уже, он должен срочно это все купировать, удалить записи из чата и по возможности удалить этих людей из вебинара или уменьшить им права с тем, чтобы они не могли ничего писать. Когда вы одновременно и спикер и организатор, с этим, конечно, бороться трудно, но все-таки это не так часто случается. Ну и наконец технические проблемы у одного или у нескольких участников. Это примерно вот то же, что здесь, но на стороне нескольких слушателей. Вот, кстати, вот в этом случае часто такое случается, когда что-то на стороне сервера происходит. Может случаться так, что, допустим, у 90% все нормально, а у 10% слушателей происходят какие-то проблемы. и даже не всегда по вине их оборудования. Ну, тут вот тоже сложный такой момент, когда вы ничего не можете сделать для них, вы должны просто, ну, по возможности подсказать им, как действовать. Как правило, ничего лучше, чем перезагрузиться или там перевойти в вебинар, вы им посоветовать не можете, потому что, ну, у вас просто нет времени решить их техническую проблему за то время, которое у вас есть. Вот, ну, а если не удается, то, конечно, это не очень хорошо, но вы должны как-то купировать их от остальных слушателей, чтобы они свой негатив не распространяли на всех. Это очень неприятно, потому что эти люди часто не виноваты, но постоянно человек, когда говорит, мне не слышно, мне не слышно, мне не слышно, вот, ну, просто надо спросить у всех, а вам слышно? Если все говорят, что у нас все слышно, то, как правило, этот человек прекращает свои претензии. Еще раз, он может быть абсолютно не виноват, но с точки зрения вебинара, который проходит, он может вам сорвать вебинар. Поэтому каким-то образом купировать эту проблему так или иначе надо. Ну, и, наконец, взаимодействие с организатором это последнее, да, как я уже говорил, когда вы впервые вступаете на путь спикерства, очень важно, чтобы у вас был какой-то организатор, и этот организатор был бы не пассивным, он бы вам помогал и при подготовке вебинара, и заранее с вами бы протестировал оборудование, и помог бы с всякими нештатными ситуациями, которые возникают до вебинара, например, не грузится что-то, или там плохо шрифты воспроизвелись, вот заранее, чтобы решились эта проблема. Ну, и, разумеется, в процессе взаимодействия на вебинаре он должен вас поддерживать, купировать неприятности всякие, отвечать людям, если вопросы не к спикеру, а к организаторам, организовать обратную связь после вебинара, если вам, например, требуется получить запись чата, или запись того, кто был на вебинаре, это все на организаторе, и взаимодействие спикера с организатором, это постарайтесь как спикер с вашим организатором завязать хорошие деловые отношения, чтобы он вас поддерживал. Вот единственный совет, который можно дать по поводу такого взаимодействия, чтобы это был человек, который бы решил на раннем этапе все ваши задачи. Ну, а когда вы сами дорастете до того, чтобы стать организатором, либо когда вы участвуете как организатор и как спикер в едином лице, вот в этом случае вам придется решать уже самому все эти проблемы, но к тому времени у вас уже появится опыт и собственный опыт может быть не тот, о котором я рассказал, а какой-то собственный опыт, связанный со своими вебинарными системами, вот, ну, и вообще он собственный. Ну, что ж, на этом мы добрались до конца нашего вебинара, я еще раз хотел бы чуть-чуть себя прорекламировать о том, что 5 февраля у меня начнется мой традиционный зимний курс, который называется профессиональная разработка электронного учебного контента, кому интересно, милости прошу на вот этот вот сайт, где вы можете посмотреть все о моем курсе, ну, если вы на него придете, было, будет совсем здорово. Так, я вижу один вопрос во вкладке вопросы, и давайте я его прочту. Вера Валерьевна, спасибо, но я хотел бы записаться на ваш ближайший курс, но есть несколько кратких важных вопросов, как удобно связаться для этого, пишу ответ в чате, мой собственно, вот, ну, я воспроизвожу просто свой свою почту gmail.gmail.com либо либо в фейсбуке можете перейти вот мой одну минутку, вот 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 мой аккаунт, можете задружиться со мной и прошу прощения и поговорить в чате тогда. Так, спасибо, но от Татьяны особенно приятно получать спасибо, потому что она сама спикер очень очень востребованный и очень опытный. Планируйте вебинары февраль-март. Своих вебинаров я не планирую, но в Директ Академии будут вебинары каждый день проходить обязательно. Спасибо. Ну что ж, коллеги, огромное спасибо за участие в сегодняшнем вебинаре, я на нем поделился своим собственным опытом, уверен, что у любого другого спикера есть дополнительно к этому опыту еще какой-то опыт, но вот у меня опыт такой, я постарался его каким-то образом формализовать для вас. Всем спасибо, приходите на вебинары Директ Академии, Директ Академия это вебинар каждый день, до новых встреч в Директ Академии, до свидания. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...